Кто же маньяк в поселке, в которой живет Антон и его сестра Оля, которые не разрешают выходить на улицу, ведь поскольку на улице очень опасно орудует маньяк, их ищет друг отца Антона и прочие опасности, звери в лесу, хозяин леса, злые одноклассники Антона, и ведь опасность закр... И хай народ, у аппарата, как всегда, не смену его ведущий, я Дэн Фоб, и сегодня мы будем разбирать, кто же маньяк в поселке, кто же такой подозрительный стал после прохождения четвертого эпизода, на кого можно повесить все убийства, на кого можно уже как бы полагать, что такое сомнительное поведение, происходящее, когда упоминаешь черный гараж и то, что там, возможно, есть пропавшие дети, А перед началом данного видеоролика я попрошу пару простых действий, это лайк, подписка и комментарий, мне будет очень приятно, что вы следите за моим творчеством, что вы продвигаете мои видеоролики в рекомендации, и как бы вы даете надежду не бросать это дело и продолжать дальше Ну и еще хочу сделать небольшую рекламу, да, и вот, как бы, такие времена пошли, ну ладно, все-таки хочу посоветовать вам такую группу под названием «Уютная Кататсу» Если же вам нравится тематика с аниме, с мангой или с Японией, и вам нравится все, что связано с Японией, традиционные методы, вещи там, сказки, там всякие, прочая-прочая мифология японская, ну и прочие, как бы, ответы и там кадры с аниме, там оценка аниме и прочее-прочее-прочее Вот, вы можете перейти по ссылке и подписаться с данными админами уютного кататься, я дружу довольно-таки давно И да, у них скоро будет конкурс, я вам советую подписаться, поставить уведомление, и когда скоро будет конкурс, участвуйте в нем, ведь поскольку призы будут очень хорошие И в этот раз они превзошли сами себя Я в конкурсах тоже участвую, так что и вам советую участвовать в конкурсах Там, как бы, всего есть несколько на выбор условий, то есть, что вы... Самое первое условие, даже очень легкое, вы даже ничего не можете делать, просто телефоном пальцем кликать и все В принципе, ничего трудного я не вижу Ссылка в описании, подписывайтесь и в комментариях передайте привет от меня, от Дэнфопа И, а мы продолжаем После прохождения четвертого эпизода я заметил нескольких смутных личностей, которые при упоминании черного гаража или пропавших детей, или что творится, какая хрень в поселке То они сразу начинаются меняться в лице, их характер, их поведение, их настроение, их взгляды и, как бы, их эмоции Так что давайте мы разберем сейчас именно двух персонажей, на которых можно повесить все, что мы могли с вами Самый первый, это лейтенант Владимирович Тихонов Хм, вы такие, наверное, думаете, так он же милиционер, ему это не выгодно Ему выгодно получить звездочку на погоны и, как бы, стать намного выше звания и получать побольше зарплату В принципе, с вами соглашусь, но, еще раз, смотрите Были такие, как бы, тоже случаи, что увлекались некоторые, как бы, вроде-то и хороший, а с другой стороны-то и плохой Хм, Тихонов нам рассказывает, что он и сам был тем самым пропавшим ребенком Что уже отводит от него подозрения Что он когда-то был тоже пропавшим, что он нам давал старое объявление, когда его разыскивали по всему поселку А, возможно, и в соседних селах эти объявления висели тоже Кто знает, кто знает, ведь поскольку селы, которые расположены недалеко от этого данного села Тоже ставят объявление, ведь поскольку могли и пропасть там тоже люди Ну и, как бы, могли помочь, возможно При упоминании черного гаража Тихонов как-то, можно сказать, меняется в лице Отводит взгляд, какое-то у него поведение совсем смутное И, если честно, многие думали, что он и есть тот самый маньяк Как бы он работает в такой профессии, на которой сразу не подумаешь, что это именно точно он Этим самым промышляет Как бы утром он хороший, а ночью он плохой Кто знает, возможно И когда мы с Ромкой тогда были, мы думали, что там кто-то стоял Но, когда мы увидели, что этот бультина Тихонов с пистолетом Он был недалеко от гаража, а гаража самого и не было Интересно, да? Ну, ведь поскольку он был в этом месте в это время Уже можно как-то на него повесить те самые пропажи с детей Что он делал ночью? Он говорил, что был в засаде Хм, хорошие оправдания Особенно до 12-летних детей Они сразу уже и не будут полагать, что он Я вам хочу сказать то, что его тоже можно обосновывать Как он, возможно, является маньяком Как бы так и не подумаешь, что точно он этим самым промышляет Ну ладно, первую личность мы как бы посмотрели, что он какой-то странный И в некоторых моментах при упоминании черного гаража И новый персонаж, который появился именно в 4 эпизоде Это дедушка Полины по имени Харитон И он говорит, что у него имя греческое То есть это вау Кстати, очень редко и у нас, возможно, я такого вот не... Само поведение дедушки очень странное Нам рассказывают какие-то охренительные истории Нам рассказывают, что связано с нашим именем Ну как бы бывает, да, и на старуху проруха Но когда он начинает нам говорить всякие Сквирлы, сквирлы, сквирлы Кстати, многие от этого кринжовали Что, что же он под этим оборудовал И когда Антон то ли спал, то ли с ним произошел какой-то упадок Что Полина сказала, что его дедушка ходил И что якобы кресло Он притворяется тем, что якобы, что он не... И когда мы заглядываем в комнату Харитона Мы можем заметить, в темной комнату к Харитону Что мы можем заметить, что там бардак И там очень большое количество странных вещей И почему-то там очень темно Это, наверное, сделано специально А Полина сто пудов туда не заходит Или дедушка ей туда заходить не разрешает Многие думают, что он не ходит именно при Полине А когда Полина в школе или когда она спит То он спокойно может ходить себе Как на своих двух родных ногах То есть, возможно, он обманывает тем самым Полину И он убирает подозрения с себя же самого Что якобы, какой же он маньяк Если он может только передвигаться на коляске Кстати, сделано очень умно Никто сразу... Когда падает кабанья голова к Антону в руки У Антона появляется, можно сказать, шиза Что голова кабана вся в опарушах Вся в крови и какая-то странная И это именно произошло в доме у Полины То есть, его можно тоже считать тем самым маньяком Поскольку, когда до двух часов или до трех Дневная смена, он может спокойно ходить А в деревнях всегда дневные смены Поскольку население в деревнях маленькое И поэтому там все учатся днем А ночью делают домашнее задание И когда спит Полина, он тоже может взять Запросто сходить и сделать свои дела Поймать очередную жертву и утащить в черный гараж Но сам Тихонов нам говорит, что это был не черный гараж А времянка И когда он спрашивает у Антона, что такое времянка Тот не дает точного ответа И Тихонов говорит, что времянка это временный домик Где живут охотники в засаде Ожидая свою жертву То есть, оленей, косуль, кабанов, зайцев И Тихонов говорит, что они прочесали все времянки И которая тоже была на фотографии И заметьте, первую времянку, можно так сказать Или черный гараж, который мы находили Он был в лесу, с заросшими деревьями А второй черный гараж мы заметили тот самый Который был на фотографии То есть, возможно, черных гаражей несколько Он не один И мы можем полагать, что в нескольких гаражах Есть несколько живых детей Возможно, Семен тоже живой Вова и Сенечка, ведь они пропали не так уж недавно Но, хотя сама игра нам обосновывает то, что пропадут Когда мы выиграли полароид у Ромки Прошло 7 дней, ничего такого не было А потом уже появляется сама Алиса За 7 дней, возможно, произошло много чего Возможно, съели Сенечку, Вову или же Семена Кто знает, кто знает Но, возможно, Семена мы еще сможем спасти Ведь поскольку Семена мы видели Мы с ним контактировали И не так большое время прошло С его исчезновения А вот про Катю Катю застали Мы могли ее спасти Что ж, тем самым я хочу сказать Игра становится все таинственней и загадочней Что мы можем полагать Две странные личности, которые Нас очень сильно пугают И мы их подозреваем в тех самых замешательствах А возможно, они сотрудничают Тот прикрывает его, а другой делает деяния Кто знает, кто знает И те самые дети, возможно, как-то будут спасены Или же нет А зверята, это как бы все уже знают по рассказу А если не знаете, то лучше все-таки дождитесь игры Так будет намного понятней и лучше И, кстати, чела, который с зайчей губой Мы подозревали, что он и есть маньяк Или, возможно, он был бывшим зайчиком Кто знает, возможно, он и есть Но в четвертом эпизоде мы узнали Что он охотится за семьей Антона И что он не просто так отирается возле школы Что мы его встречаем все время Именно где видит его Антон В лесу, в школе, сзади школы И все время он наблюдает за Антоном Он выслеживает, куда же Антон пойдет Где же он живет Где можно поймать Старшего Петрова И, кстати, именно в четвертом эпизоде Мы узнали, как зовут Старшего Петрова Его зовут До этого нам не говорили, как зовут отца Антона Но когда вы уже, возможно, получили одну из концовок Что Ромка убил своего друга из-за Полины И на могильной плите мы можем заметить, что его зовут Антон Петров Борисович Все, мы с вами можем точно понять, как зовут отца Антона Его зовут Борис Все, мы разгадали имя отца Антона До этого нам просто игра не дала понять, как же зовут Что ж, дальше гадать нет смысла Мы уже, как бы, повесили какие-то либо должности Что есть они маньяки или же нет Мы это сделали, что Тихонов и Харитон Ну и Заячья Губа уже являются, как бы, подозреваемыми Но Заячья Губа немножко уже отпадает, поскольку он находится именно за семьей Антона Мы уже выяснили, что за этими личностями стоит как-то следить Следить за их монологом речи, за их поведением За их движениями рук и прочими махинациями Что, возможно, они что-то скрывают и что-то хотят скрыть от прочих людей Ну, а на этом все Если вы досмотрели это видео до конца Напишите в кодовые слова в комментариях Тихонов И мне будет очень приятно, что вы досмотрели видеоролик до конца Ведь поскольку я вам поставлю сердечко именно от себя Ну, а на этом все Всем спасибо за внимание До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok